Ассоциация создавалась в 90-м году как ассоциация, представляющая региональные банки, банки, которые работают в регионах страны, в том числе и Чуваш Кредит Кромбанк, принимал участие в подписании учредительных документов нашей ассоциации. Сейчас она, развиваясь, переросла в этот уровень региональный и стала действительно федеральной ассоциацией. Ну и при этом крупнейшие российские банки, видя нашу эффективную работу, видя конструктивный диалог нашей ассоциации с правительством и с Центральным банком России, приняли решение вступить в ассоциацию и тем самым фактически уже и привели несоответствие названия банка с тем ее содержанием, которое сегодня есть у ассоциаций. Я стал председателем Совета Ассоциации, будет еще в рамках Совета Ассоциации Президиум, я тоже буду возглавлять это Президиум Ассоциации. В Президиум будут входить все авторитетнейшие банкиры страны. Ну, я думаю, что самый драматичный этап в жизни банской системы пройден, то есть отзыв у многих и многих кредитных организаций уже будет не такой интенсивный, и отзыв у крупнейших кредитных организаций после случая с Героем уже больше не будет повторяться. И поэтому это, конечно, должно стабилизировать ситуацию. Более того, можно говорить о том, что она даже вот сейчас уже вполне стабильная, устойчивая, поскольку это показывает в том числе и действия населения, которое увеличивает объем вкладов, которые они хранят в кредитных организациях. Я, с одной стороны, к сожалению, смотрю, это все-таки и наши партнеры, и друзья, но жизнь есть жизнь. В конкурентной борьбе побеждает сильнейший. И, естественно, участники банковского рынка хотят взаимодействовать с той организацией, которая более эффективна, больше пользы приносит, более конструктивна в диалоге с финансовыми властями страны. Постоянно идут заявки, постоянно идут заявления об вступлении в нашу ассоциацию. И уверен, что на ближайших заседаниях мы будем принимать все новые и новые организации. Я считаю, что, в принципе, на сегодняшний день нам иметь две ассоции нет необходимости. Лучше объединиться и таким одним мощным ядром работать из ЦБ, с правительством, с населением, с экспертным сообществом. От этого выиграют все. Санкционный режим, он, естественно, нас активно стимулирует работать с Китаем, с Кореей, с Японией, с Индией. И китайцы в этом плане являются крупнейшими партнерами. Мы увеличиваем оборот, в том числе денежный оборот между Россией и Китаем. И уже на московской бирже торгуется пара рубль-юань. Соответственно, доля Китая в российском обороте будет возрастать. Ну и, в принципе, роль Китая в мировой экономике и финансовой сфере становится все более значимой. От этого никуда не уйти, а мы соседи. Соответственно, роль Китая в наших взаимоотношениях будет возрастать. И постепенно увеличивается доля Индии, которая тоже показывает хорошие темпы экономического роста. Индийские банки пришли в Россию. Ну и готовятся тоже активно финансировать разные проекты. Поэтому Восток такое дело тонкое, но в то же время очень перспективное. Будем работать. Мой сын даже изучил китайский язык специально для того, чтобы активно сотрудничать, работать с Китаем. Понимает, что знание языка – это тоже такой шаг к преодолению некого недоверия, непонимания. Поскольку ментальность, понятно, разная у нас. Мною внесены десятки законопроектов на рассмотрение в Госдуму. И поскольку я, имея большой опыт работы в парламенте, понимаю, что прежде чем вносить законопроект, его надо тщательно проработать с правительством, с Центральным банком, с другими представителями государственной власти, с депутатами, с экспертами. Просчитать его, в том числе, с точки зрения бюджетной обеспеченности. Ну и только после этого вносить на рассмотрение коллег. Поэтому есть определенный эффект от такой работы. Ну и хотел бы подчеркнуть роль председателя Госдумы, который не смотрит на политическую принадлежность, принадлежность какой-то фракции, партии, а на профессионализм депутатов. Если идут дельные предложения, он тоже поддерживает. И фракция, кстати, крупнейшая фракция больше оценивает работу депутатов не по окрасу партийному, а по профессионализму. И это дает эффект. Закон о потребительском кредитовании, который позволит защитить наших граждан от кредитной кабалы и в то же время позволит им больше знать о том продукте, который банки либо микрофинансовые организации им предлагают. Зная о том, что им пытаются иногда впарить, они будут более ответственно принимать решение. И законопроект о финансовом обучении. Это будет специальный институт, который будет защищать наших заемщиков в случае, если кредиторы будут вести себя недобросовестно.